Чем отличаются дорожные знаки 5.15.1 на одной платформе несколько дорожных знаков? От дорожных знаков 5.15.2 направление движения по полосам, но будет разбитое на отдельные ячейки. Так вот, разница будет только в удобстве для водителя. Если проезжая часть не широкая, это имеющая как максимум 3 полосы, то удобно устанавливать дорожные знаки на одной платформе. Тогда они установлены сверху на растяжке. Длина этой платформы в пределах метра, а ширина общая 3 полос будет 9 метров. А длина вот этого дорожного знака в пределах 1 метра. Представляете, да? Насколько он будет мал по отношению к этой ширине. Устанавливается он где-то сверху на растяжке и на нем нарисовано. С правой полосы можно прямо направо, со средней полосы только прямо и с крайней левой, к примеру, прямо и налево. Водитель в летний период времени ориентируется по дорожной разметке. И если я нахожусь здесь, глазки вверх поднимаю, ага, мне разрешено только прямо. Если я здесь прямо и направо, если я здесь прямо и налево. Если дорожной разметки нет, она закрыта снегом, то визуально трехполосное движение в попутном направлении тоже легко поделить зрительно. А вот если дорога очень широкая, например, в Новосибирске это площадь Ленина, где в попутном направлении будет там 7, 8, 9, 10 полос. Представляете, да, ширина, даже возьмем минималку 3 метра, хотя в городе, естественно, полосы гораздо шире, 3 метра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестью три это получается 18 метров. Это минимум, друзья. Может ли дорожный знак быть 18-метровый на одной платформе? Конечно, нет. Какой берут знак? Ну, максимум там 2 метра, да, и делят его вот на такие ячейки. Если разметка есть, то я заняла эту полосу, я считаю, раз, два, три, третья полоса, потом считаю, раз, два, три, ага, вот в этом направлении я поеду. Согласитесь, это не очень удобно, но, по крайней мере, возможно. А если выпал снег и дорожную разметку не видно, а у нас водители очень любят из 7 полос создать 8 или 9 полос, правильно? Или, наоборот, создать там 5 полос из 3, потому что выпал снег, его не успели почистить. И попробуй догадайся, в какой полосе находишься ты и какой конкретно знак действует на тебя. Сложно? Сложно. Поэтому на много полосных дорогах употребляют эти же знаки, но только разбитые на платформе. И они установлены над каждой полосой. Минимальная ширина одной полосы 3 метра. Это минимум, друзья. В городе таких полос практически нету, гораздо шире идут. Мы подняли глазки, и посередине этой полосы установлен знак. Здесь подняла глазки, и я точно вижу, куда разрешает мне продолжить движение знак. Поэтому знаки 5.15.1 на одной платформе и 5.15.2 на разных платформах абсолютно одинаковые по значению. Разница только в том, что знаки на одной платформе устанавливаются на не очень широких дорогах, потому что это удобно для водителей. А на широких дорогах используются знаки, разбитые на платформе, потому что, опять же, это будет удобнее для считывания дорожной обстановки. Но они по смыслу абсолютно одинаковые.